Шлифовка сруба из оцилиндрованного бревна. Какая бывает? Опять же, она бывает у нас двух видов. Это пескоструйная обработка и комбинированный метод шлифовки. Комбинированный метод шлифовки включает в себя ручную шлифовку плюс пескоструйную. Пескоструйная обработка срубов из оцилиндровки, она идеальна, когда цилиндровка в отличном состоянии, когда бревно белое, когда оно хорошо сохранилось. Тогда можно быстро и недорого, так скажем, просто обработать все бревно пескоструем и покрасить его. Плюс хорошая впитываемость масел красок, значит долговечность. Плюс прошлифовка всех труднодоступных мест. Плюс отсутствие царапин, как, например, от ручной шлифовки, от шлифокругов, которая остается. Но пескоструйная шлифовка, она не убирает мшистость. Допустим, какие-то неровности, которые у сучков где-то что-то. Это все исправляется только ручной шлифовкой. То есть используется уже комбинированный метод. Комбинированный метод, он может быть как локально на срубе, так и в круговую на всем бревне. Здесь больше зависит от ваших предпочтений и от того результата, который вы хотите получить. Также комбинированный метод шлифовки, он применяется, когда бревно потемнело. Ну, допустим, затянули с монтажом сруба. Бывает такое, что не довезли лес, стоит сруб без кровли, дожди льют, уже все там почернело. Конечно же, здесь уже только идет комбинированный метод шлифовки. Сначала все шлифуем вручную, потом только пескоструем. Если сруб в идеальном состоянии, то он спокойно идет под пескоструйную обработку и уже потом покраску. Конечно же, это комбинированный метод, он и трудозатратнее, и поэтому дороже стоит. Вся стоимость была для вашего удобства сведена в пакеты, которые вы можете посмотреть по ссылке в описании к этому видео. Субтитры создавал DimaTorzok